Саратовские общественники и юристы пошли по тюрьмам. Они задались целью побывать в казармах и коридорах исправительной колонии и сняли пробу в столовой для заключенных. Об условиях жизни за колючей проволокой в репортаже Юлии Шишкиной. Куда нагрянуть с проверкой выясняется на планерке перед выездом. Выбирают из пяти колоний в пределах Саратова и Энгельса. Для объективности бросают жеребий. Вот я вытаскиваю изнутри. ИК 33. В исправительной колонии общего режима номер 33 отбывают наказание полторы тысячи заключенных. Здешняя особенность – молодой контингент. Средний возраст – 25-27 лет. Большинство попали за колючую проволоку впервые. Условия содержания здесь и оценивают члены общественной палаты, правозащитники, представители прокуратуры. Осужденный имеет возможность здесь написать письма, почитать книги и, в общем-то, посмотреть телевизор. Контролеры обращают внимание на температуру воздуха в казармах, состояние мебели, распорядок дня. Председателю общественной наблюдательной комиссии кажется, что на кухне карантинного отделения не хватает освещения. Сейчас временно, освещения достаточно. Здесь только сейчас проведены какие-то ремонты, закончены. Без последних люстров сейчас проведены. Будет? Конечно. В этом крыле есть за уголок. За животными и рыбками ухаживают заключенные. Считается, что это снимает стресс. Около 40% всех заключенных здесь отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками. В общем, у нарколога богатая практика. Тем не менее, четверть заключенных наркоманов снова садятся на иглу, выйдя на волю. Тем временем, контролеры осматривают медицинский блок. Кабинет флюорографии, стоматолога, стационарное отделение. Я шла в этих операциях. Что случилось? Ну, получил грыжу. Квалификация врачей, которые вас осматривают, нормально? Да. Вы удовлетворены? Да. В 33-й колонии у заключенных есть возможность закончить школу и получить рабочую специальность. В цехах исправительного учреждения изготавливают металлические короба, тартуарную плитку, полки и стеллажи. У нас без специальностей вообще из исправительных учреждений области никто не выходит. Никто. Мы обучаем всех. И достаточно по широкому спектру рабочих специальностей. И токаря, и слесаря механо-сборочных работа. Обязательное место проверки – столовая. Баланда эти блюда назвать язык не поворачивается. В меню борщ, суп молочный, пюре с котлеты, винегрет и компот. Контролеров ведут на кухню. Открывают котлы. Вот в данный момент эта каша пшеничная. Ну, она рассыпчатой не получится, но вкусовые качества. Попробуйте, пожалуйста. И суп молочный с крупой греш. У меня не сложилось, что повар на кухне ворует мясо, извините, или врач не использует просроченные лекарства и так далее, и так далее. Или температура в помещении, допустим, холодная, не топится батарея, нет воды. То есть бытовые условия. Поэтому условия, на мой взгляд, созданы. Инспекция заняла больше трех часов. И ни один заключенный контролером не пожаловался. Разве что на несправедливость наказания. Но эта тема в компетенцию общественной наблюдательной комиссии не входит. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.